Дорогие братья и сестры, в первую очередь я хотел вас поправить с насуществующимся месяцем в котором родился наш пророк, и который был к нам послан милостью, как говорится в Коране «Во ма арсалнах илля рахматан илля арамин». Обращаясь к пророку, Священный Аллах говорит «Ты, говорит, неспослан к народу, вам никак милость дает у народа». Когда Священный Аллах создал у нас все свои творения, Он из этих всех творений самую большую драгоценность разум дал человеку, и этим выделил человека. Вот дави этот разум человеку, просто так людей он не оставил. Вместе с этим человеку, людям, Священный Аллах, людей наделил нерматами, разными нерматами. Вот это тело, которое мы имеем, разные органы, глаза, руки, ноги, все это нермат Священного Аллаха. И за это каждый нермат нам придется в суде людей отвечать. Вот поэтому в Коране говорится, если мы будем делать шукру, тому нерману, который нам Священный Аллах дал, то Священный Аллах этот нермат нам увеличит. Также дальше в этом аяте же говорит, если мы не будем проявлять эту шукру, то Азап Священного Аллаха, спрос за этот нермат, то этот уже будет очень жестоким. Также, как и эти части тела, нам дарованным нерматом являются наши дети тоже. Вот поэтому мы должны делать шукру этому нерману, который нам дал Священный Аллах. Шукру как же делается? Проявление шукру это не только говорить словами, я делаю шукру, Священный Аллах, Алхамду Аллах говорит. Шукру это, когда мы используем те нерматы, которые нам дал Священный Аллах, положенное место в нужном русском, если используем каждый нермат. Вот дети, которыми нас надеял Священный Аллах, этот нермат, как же делать нашу шукру? В первую очередь мы должны обучить их истинному пути, правильно вести себя, этике. Вот в хадисе, в ровно Священный Аллах говорится, каждый ребенок, который рождается, он рождается на чистой религии, на религии ислама. И родители в дальнейшем их делают или же огнеполковниками или христианами или мусульманами. В дальнейшем это зависит от родителей. Поэтому мы, те люди, которые родители, от нас зависит религия наших детей. Также Пророк, салли Аллаху, говорит, Изучать рельму – это обязанность каждого мусульманина и мусульманки. Здесь имеется в виду тот рельму, который нам нужно, чтобы исповедовать нашу религию. Это для нас является фарза. Обязанность каждого мусульманина. Мы знаем, что есть столпы ислама. Как столпов ислама? Чтение шахадата, совершение намаза, соблюдение поста, выплачивание заката и, если есть возможность, совершение хаджа. Если у нас нет знаний, как мы будем соблюдать эти столпы ислама? Даже в наше время встречаются такие люди, которые первый столп ислама не знают – чтение шахадата. Если мы даже не знаем, что такое шахадат, как его произносят, что оно означает, как же мы можем называть себя мусульманами? Многие могут подумать, как же в нашем обществе, когда развивается ислам, когда очень много мечетей и медресей могут быть такие люди. Вот такое случается. Вот к нам имамы приходят, когда делают бракосочетания, вот когда там говорят человеку, прочитай шахадат, они говорят, мы не знаем. Вот тогда приходится заново учить их шахадату. Вот поэтому в первую очередь обязанность родителей обучать своих детей. Вот главная проблема в том, что вот такая обстановка сложилась у нас в Дагестане и целом во всем мире – это незнание своей религии. Вот в чем проблема всего. Если бы каждый из нас знал бы, что такое шахадат, что такое намаз, что такое пост и остальные салфы ислама, ничего вот этого не творилось бы. Никто не смог удоманивать наших ребят в леса и куда-нибудь еще. Вот поэтому нам надо обучать своих детей. Вот недавно я проводил такую лекцию «Отношение детей к родителям и отношение родителей к детям». Вот там приводился такой случай. Вот к одному мудрецу приходит один человек и говорит ему, вот мой сын ударил меня. И что, говорит, мне теперь с ним делать? Подскажи. Этот мудрец удивляется, что сын ударил отца. Для него это было дико. Как могут дети избивать своих родителей? Так, говорит, этот отец, этот сын ударил меня. Потом этот мудрец спрашивает у него, ты обучил ли его исламу? Нет, говорит он, я не обучал его. Заново этот мудрец спрашивает у него, ты обучал ли его чтению Корана? Нет, говорит, он не обучал. И в конце он спрашивает у этого человека, ну чем, говорит, хоть ты занимаешься, что ты делаешь, ремесло, какое у тебя? Этот человек отвечает, я, говорит, пахар. В поле, говорит, пашу, сею и этим, говорит, живу. Этот мудрец отвечает, я, думаю, что твой сын рано утром встал, он сидя на Ишаке, напрялся, говорит, на поле. Перед ним мучки, за ним идет собака. И от того, что он не знает столбов ислама, не знает читать, про себя какую-то музыку играть начал. И в этот момент, говорит, ты появился перед ним. И он подумал, что перед ним появилась корова, и он тебя ударил. Видите, от того, что у этого ребенка нет знаний, вот в такую ситуацию он попадает. Он не знает, как должен обращаться к родителям. Отец не знает, как обращаться от того, что у себя, у самого отца нет знаний, не знает, как обучать своего ребенка. Вот в чем наша проблема. Мы знаем, вот в нашем телевидении все развивается, интернет развивается. Наши дети смотрят это все и берут пример из этого. Показывают сериалы, а там уже дети кричат на детей, на своих родителей. Не случаются родители, стараются любым способом, чтобы родители выполняли их желания. Вот родители тоже смотрят эти же сериалы и тоже, как там родители себя ведут, точно так же себя тоже ведут. Вот что губит наше общество. Мы подорожаем этим сериалам и оставляем то, что нам предписано. Ведь когда вот какое-то изобретение создаётся, каждому изобретению полагается инструкция. Вот так же, когда Священный Аллах создал весь этот мир, к нему тоже написал инструкцию. Эта инструкция, вот начиная с Адама, алейхиссалям, она уже, вот эти религии усовершенствовались. И в конце полная уже форма вот этой инструкции уже была у нашего пророка, саламу, это Коран. Вот инструкция, по которой мы должны следовать. Мы оставим вот эту инструкцию, следуем тому, что нам показывает телевизор и говорит нам в интернете. Вот поэтому, дорогие братья, мы должны не следовать за этим, а следовать за этой инструкцией, за Кораном, Суннатом и Иджмаом, всеобщим согласием, а за нашими алими мы должны следовать. Когда говорят, что нужно молиться, когда говорят, что правильно надо одеваться, люди боятся уже, потому что видят вот этот терроризм, взрывы, убийства. Это почему? Потому что у нас нет этих знаний. Если каждый из нас знал эти столпы ислама, они своими лживыми вот этими рассказами нас не обманывали. Вот сейчас наши детей завлекают вот этим терроризмом, как завлекают? Говорят, что это джихад. Если затронуть эту тему, это очень большая тема. Слово джихад исходит от слова джихада, усердство. Но мы почему-то его используем как война. Пророк, когда вернулся с одного из очень больших газоватов, которым мусульмане понесли очень большие потери, очень много асхабов было ранено, вернулись оттуда, и он своим асхабам сказал Мы вернулись с малого джихада на большой джихад. Конечно, асхабы удивились, почему вот этот джихад пророк сказал малым джихадом, и что является большим джихадом. И они спросили, что это такое большой джихад, если это малый джихад. Пророк сказал, что это джихад со своим навсом, со своим эго. Вот с чем мы должны бороться. Если каждый из нас будет бороться со своим навсом, заставлять его следовать всем стопам ислама, оставляя все лишнее, то никто не сможет нас сбить с истинного пути и заставлять нас взрывать и убивать. Вот поэтому, дорогие братья, я призываю вас, родители, сначала обучать своих детей. Если у вас нет таких знаний, отправлять детей в медресе, в мечети, чтобы они там обучались. Вот я здесь приведу пример. Вот в Шарминском районе есть селение Батлу. Вот одна сельчанин там учится, здесь с этого селения ребята со мной учились. Вот они все рассказывают, утром все дети, вся молодежь, которые учатся в школе, они идут в медресе сначала. Рано утром встают, идут изучать ритм. После этого они идут в школу, школьный материал тоже изучают. Вот в этом селе каждый год, год или два года там меняют имаму. Потому что у них все почти поголовно все обученные рельмы. Вот если мы тоже, нам же ничего трудного не заставляют изучать войну. Нам не говорят, оставьте все свое мирское и изучайте рельмы, делайте лагодат. Нет, дорогие братья, наоборот, в исламе приветствуется, когда человек работает и остальное все религию соблюдает. Все большие халимы, они имели какое-то ремесло. Они занимались торговлей, но вместе с этим они Всевышнего Аллаха не забывали. Соблюдали эту религию. Нам тоже по этому примеру надо идти. Не надо бояться ислама, не надо бояться соблюдать его. Нас, мы ничто не теряем, соблюдая этот ислам. Вот один пример приведу. Умар и Бнухатаб, это был второй халифа. Он был, наверное, те, которые читали историю этого асхаба, они знают, что он был очень строгим халифом. Вот однажды к нему пришел один человек, который не верил Всевышнему Аллаху. Там отец, как мы в нынешнее время говорим. Этот человек начал убеждать его, что нету Создателя, нету Всевышнего Аллаха. Все удивились, когда Умар и Бнухатаб, ему ничего не ответил, дал ему высказаться до конца. Он послушал его, все его доводы послушал и сказал, если ты прав, то нам обеих терять нечего. Если Всевышнего Аллаха нету, жизнь после смерти тоже не существует, ада, рая, всего этого не существует. После смерти нам же терять нечего, нам наказания не будет. А те, говорят, нам терять нечего. А если, говорит, я прав, Умар и Бнухатаб говорит, если, говорит, я прав, кому-то из нас есть, говорит, что-то терять. Если Умар и Бнухатаб прав, то этому атеисту есть еще что-то терять, он же попадает в ад из-за своего неверия. Вот тогда он подумал и понял смысл того, что Умар и Бнухатаб ему сказал и принял, на этом же месте принял ислам. Дорогие братья, нам тоже, если мы соблюдаем ислам, нам терять нечего. Правы мы или неправы, нам терять уже нечего. А если мы не будем его соблюдать и верим всяким разговорам, что не существует Аллаха или же за это наказание не бывает, то тогда, если мы неправы, нам есть что терять. Дай нам Аллах тавфил всем истиной увидеть истину и следовать этой истине и остерегаться от всего запретного. Вот насчет этого терроризма тоже. Вот есть каждый насчет джихада, вот когда я затронул эту тему, есть тоже хадис пророка, где говорится, когда вот один асхаб пришел к пророку и сказал ему, я тоже хочу вместе с вами идти на джихад. Пророк сказал Аллах спросил у него, есть у тебя живы ли у тебя родители? Этот парень отвечает, да, мои родители живы. И тогда пророк говорит ему, фа джихаду ка фи им. Твой джихад, говорит, находится в них, в твоих родителях. Помогай своим родителям и это выделяется. Если родители не доволен тем, что ребенок, его дети идут на этот джихад, то по исламу тоже не дозволяется этим детям выходить на этот джихад. Ну, тогда почему наши дети так говорят и уходят в лес? Почему эти люди обманывают наших детей, что это дозволяется и уводят наших детей? Потому что наши дети этого не знают. Вот на это уделяйте мое внимание родителям. А насчет детей, очень важно, чтобы дети тоже уважали своих родителей. В Коране говорится, бисмилля и рахмана и рахмана, Валя ата кул уфф фирабу. Вы говорите своим родителям даже уфф, вот такое слово даже не говорите. Вот это же самое малое, если родитель что-то сказал детям, это делайте. И он показывает свое недовольство и говорит уфф. Вот священный Аллах говорит, бисмилля и рахмана, даже вот это не говорите своим родителям. Вот как ислам учит быть детям по отношению к родителям. Так же в хадисе пророка, салли Аллаху а.с., говорится же, что рай находится под ногами матери. Если мы не делаем уважение родителей, не слушаемся матери, не слушаемся отцов, какой рай тогда мы получим? Так же довольствие священного Аллаха связывает с довольством родителей. Если твои родители тобой недовольны, то священный Аллах тоже говорит тобою недовольны. Ты на это смотри, если хочешь знать доволен ли священный Аллах тобою, посмотри довольны ли твои родители тобою. Дайте им уважать родителей и родителям обучить своих детей знаниям ислама.